Знаю я Николая Ивановича больше 30 лет. Родом он из Омска, но с 1930 года живет на Украине. Работал на паровозостроительном заводе. В 1944 году переехал в Киев. Стал журналистом. Работал в юном Ленинце. Тогда-то мы и познакомились. Пишет Дубов на русском языке. Он драматург и прозаик. В 1974 году на республиканском конкурсе получил премию за пьесу «У порога». В 1954 году на всесоюзном конкурсе на лучшую книгу для детей повесть Дубова «На крови земли» получила вторую премию. Кое-кто считает, что Дубов писатель детский. Действительно, он много пишет для детей и про них. Но взрослые его читают с не меньшим интересом. Нет, он не детский писатель. Он, если уж выбирать какое-то определение, писатель-моралист. Проблемы морали – вот главная его тема. Честность, благородство, правдивость, верность, взаимопомощь, дружба. Все эти понятия ему близки не только как писателю, но и как человеку. Когда мы за рюмочкой или без нее перемываем косточки товарищам-писателям, тот карьерист, тот подлиза, тот трус, моя хата с краю, тот бездарность, а тот просто пустое место. Когда доходит до Николая Ивановича, все хором одно. Вот это честный человек. Может быть, самый честный среди нас. И это действительно так. И за это, скажу по секрету, в Союзе писателей, уточняю, украинском, киевском, его недолюбливают, мягко выражаясь. А за что любить? На собрание не ходит, на политзанятия тоже, сидит дома, бирюком и что-то пишет. А появится на людях, бывает и такое, обязательно с чем-то не согласен, против чего-то протестует. Очень он, видите ли, принципиальный, очень уж умный. Нет, не любят у нас таких. А раз не любят, то и не печатают. Может, за то время, что я не живу в Киеве, что-то изменилось, не думаю. Но до моего отъезда, за все 30 лет нашего с ним знакомства, ни одно произведение Дубова не печаталось на Украине. Ни одно не переведено на украинский язык. Может, это пример украинского национализма, скажут мне? Нет, это другое заболевание. Это аллергия и диасинкразия к честному, по-настоящему, принципиальному человеку. Если это так, почему же его все-таки печатают? Не в Киеве, так в Москве. Вот и сейчас напечатали в нашем современнике, в номере первом, за этот год его пояс, родные и близкие. На это отвечу так. На Сафроновых и Грибачевых, Сбонатских и Дмитерках, Вячеславских и Контратенко далеко не поедешь. Без Шукшиных и Распутиных не обойтись. Дубов не тот и не другой, но он все-таки Дубов. За него можно не краснеть. Николая Ивановича минуло 70. Это уже какая-то цифра. Прожить 70 лет, да еще в стране, где ложь основа всех основ, прожить, писать и ни разу не соврать, это великая заслуга. Вот за это я давал бы героя Советского Союза. Я задумываюсь, напрягаюсь. Много ли у нас среди писателей таких, что дожили до такого возраста без единого пятнышка? Раз, два и обчелся. Паустовский, Шоколов, Микитов, Каверин. Из них один Каверин еще жив. Николай Иванович относится к их когорте, к когорте правдивых. Таким он был, есть и останется навсегда. Никакие компании, борьбы с чем-либо, разоблачения и выведения на чистую воду его не коснутся, как не касались никогда. Будет писать то, что хочет и о чем хочет. И, дай Бог, будут печатать. Субтитры создавал DimaTorzok